Что? Узнали меня, да? Ну, кто я? Не просто тамада, а профессиональный, конечно. Помните, как мы с джеником, придурком на чужую пасху попали к этому здоровому булгаю, помните? Что он обещал? Дженик, придурок. Что, мёртвый? Как он говорил-то? Метку? Посажём, да, правильно. Что он нас так разукрасили? Дженику ухо увеличили. Невесту вообще практическую операцию сделали. Личико было худенькое, на маму похожее. Теперь похоже на Ельцина. А я уже дома на себя в зеркало глянул. Ё-моё! Рожа распухла, как у хомяка. Щёки в зеркало не помещаются. Язык изо рта вывалился, как барбоша с конуры. Всё дыхание перекрыл, вот. Как пчёлы покушали. Начал я по соседкиному совету... Мёдом лицо намазывать, правильно, вот. Трёхлитровую банку извёл. То ли потому, что лицо было большое, то ли потому, что я ничего не видел, не чувствовал, куда мазал. В общем, прилёг отдохнуть, звонок телефонный. Я вскочил к телефону, матрас к спине прилип. Действительно, не туда мазал. Вот. Петруха, стоп-кран мой, помощник, звонит. Говорит, здорово, Лёха! А у меня же всё пчёлами покусано. Я ему отвечаю. Привет, Петруха! Он говорит, извините, я ошибся. Я ему говорю, придунок! Это я! Просто у меня пчела в язык укупило. Он говорит, кто? Я говорю, пчела. Он говорит, где ты с этой Жвраченко познакомился? Коротко, говорит, а я тебе, бля, халтурку надо было на свадьбе потом одеть. Только чтоб срочно, чтоб через полчаса был. Я говорю, ты твуха. Я не могу. У меня рода занят. Он говорит, откажешься нельзя. Папа, жениха, чемпион области по метанию молота. Я говорю, я не могу. У меня, ты понимаешь, он говорит, ну покормят, само собой. Я говорю, насчёт этого пусть они не волнуются. Я всё равно есть, ничего не буду. Я сытый. Он, скажем, адрес трубку повесил. Думаю, так. Что же делать? Начал на себя свадебную водолазку натягивать. Псёки в зеркало не помешаются. Плюнул, поехал в майки. Только галстук снаружи повязал. Вот, пока до места добрался, язык вообще стал, как колобок. Вывалился, обвись, перекрыл майку с галстуком. Думал, зачем галстук надевал, непонятно. Когда меня Петруха увидел с этим языком, с матрасом на спине, он воскликнул. Ё-моё! Такое впечатление, что тебе дятел три дня во рту долбался. Тут невеста подходит. Говорит, где же ваш красавец-то мода? Петруха говорит, вот оно. Уже в свадебной маске. Невеста на меня глянула и говорит, ё-моё! Типа, вижу, вы ещё ничего не сказали, уже смешно. Жених подходит, говорит, чё тамады не видно? Мне тут обидно стало. Я ему говорю, вы чё, блинанукий? Чем видно вам, не видно такую рожу? Жених на меня глянул и говорит, ё-моё! Да он такой же тамада, как я чукотский пчеловод. Прям по-больному. Вы ничего, говорит, не перепутали? У нас здесь свадьба, а не похороны. Он же на коня похож, в респираторной маске. Петруха говорит, а чё вам не нравится? Хороший конь. Жених говорит, ладно, коней на переправе не меняют. Главное, гостей напоить побыстрее. Вот вам 40 рублей и начинайте. Петруха говорит, как 40 рублей? Командир, у тебя совесть есть? Ты же обещал по 5 тысяч на брата. А он говорит, совести у меня нет, зато у меня папа есть. С молотом. Заталкивает меня в помещение. Там народу, как блох на воротнике. И молот в углу стола стоит. А рядом с ним две похожие морды сидят. Одна морда папина, другая свина и копчёная. Поменьше. Жених говорит, разрешите представить вам нашего тамаду, хотя чё его зря представлять, он сам скоро представится. Шутник. Гости на меня с этим покушанным языком как глянули и говорят. Не, они хуже сказали. Один говорит, веселенькая свадьба будет. Я молчу. Другой говорит, молодых жалко. Я молчу. Одна тётка вскочила, говорит, ну хорёк, а! Не успел за стол сесть, уже жащику положил. И тут встаёт чемпион. Это только голова. Это рот. Может, тамада что-нибудь скажет? Болтун вы наш. Что-то надо сказать. И, превозмогая боль, как выпалю, о-о-о-о, чё зря болтать, давайте лучше выпьем. Гости. Га-га-га. Что-то я не понял, что он сказал. Я говорю, лучше я домой пойду. Жених говорит, нет, не уходите, так смешно получается, вот вам ещё 40 рублей. Я говорю, спасибо, конечно. И на этом, говорю, хотя моя работа гораздо дороже стоит, но всё, в принципе, не по морде, вот. Я опять не понял, что он сказал. Петруха говорит, я понял, я понял, тамада сказал горько. Это он чё, полчаса шесть букв произносил? Ну, горько-то горько. Все сразу на водку накинулись и мне налили. Я говорю, нет-нет. Петруха говорит, папу расстраивать нельзя. Пей. Я говорю, чем? У тебя рот как пещера, у меня водки нету. Лучше я домой пойду. Жених говорит, не-не-не, не уходите, вот вам ещё 400 рублей. Я говорю, мало, блин. Он чё, опять горько сказал? Один гость говорит, вот молодец, времени зря на болтовню не теряет. Горько! Все опять на водку накинулись. На молодых уже ноль внимания, чемпион-то. Он же без дела не сидит. Свинье в пятак вгрызается. Он как-то спокойно стал на душе, только молот в углу настораживает. Тут чемпион, пятак отгрыз и говорит, а чё это мода ничего не пьёт? Самый умный, что ли? Я говорю, Петруха, уходим. Зених кричит, не уходите, вот вам ещё 10 тысяч. Я говорю, сколько? Все гости, горько, горько. И стали брать столы на абордаж. Какой-то толстяк залез на стол, в него тут же вилку воткнули. Чемпион про молот забыл, водку пьёт, стаканом закусывает. Петруха с невестой чинуется. Зених со свиным рылом. Да, так обнял рылый и говорит, спасибо папу, что вы пришли. Это чё это у вас с носом? И тут ко мне подсел пьяный чемпион. Вот это ко мне не рот, рука. Два пальца, вот, в двух пальцах кабани ноздря, в двух других я. Он говорит, тамада, ты когда-нибудь молот металл? Я говорю, нет, к счастью, не приходилось. Так я тебя научу. Тамада, ты хороший. Сразу видно. Профессионал. Правда, я ни одной твоей шутки не разобрал. Видишь ли, друг, меня в оба уха пчела укусила. У меня паска своя. Представляешь, вчера какие-то два урода пытались её разворотить. Эх, тамада. Давай ещё по одной хлопнем. И поедем с тобой на пасеку. Метку пасашу.